а доброе утро ч это такое мрачное настоярно м и я прочитала что нет пока еще нет оснований оно будет но чуть позже добрый мартус Юрьевич доброе утро это отличительная моя черта итак начинаем с алфавита я читаю строчку а вы повторяете пытаетесь по мере возможности синхронно но все равно skype будет передавать звук с разной скоростью поэтому вы будете друг другу мешать но это вас не должно сбивать итак готовы главное не стесняться потому что как я уже говорил skype слышит тот кто громче к тому он подключается а остальных он глушит надо чтобы все остались чтобы было слышно иначе будет непонятно итак а а и и у а а и и у у у у хорошо Дашь вас как то плохо слышно дать э а дать еще раз Дашь и у так получше но давайте просто повторите а а и у у у Хорошо. То есть помним, что анусвара и висарга находятся между гласными и согласными, да? Поэтому мы их условно произносим с А, с гласной А, потому что просто произнести анусвару и висаргу сложно, да? Она ведь всегда цепляется к какой-то гласной. Они не самостоятельные. Вот. Хорошо. Идеальная кафония. Продолжаем. ЧА-ЧХА-ДЯ-ЧХА-НЯ ЧА-ЧХА-ДЯ-ЧХА-НЯ Чего, Даш? У меня истерический смех. Нет, пока нет еще основания, это опять же для истерического, даже для истерики еще нет. ТА-ДХА-ДА-ДА-ДА-ДА ТА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА Ариа, ну только язык-то заворачивай? Что, я пытаюсь. Давайте, один строчку MR. ХОРКА MCLEA Хорошо, Даш, вы. хорошо может быть еще чуть-чуть сергей идеально вот убедительно и ничего не перепутаешь хорошо на бабха бабха ма бар 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 хана я-ра-ла-ва я-ра-ла-ва ща-ша-са-ха ща-ша-са-ха в целом все равно дружно и весело хорошо хорошо что у нас было значит я вас уже начал мучить мно да давайте дальше давно мы вас не слышали порадуйте нас чем-нибудь позрадуйся мария чем-нибудь эксссайз 1 эксссайз 1 ну дэш дэша вы же разбирали в классе да то есть как бы расскажите мне пожалуйста вот процесс который проходит глагольный корень дэш чтобы получилось существительное дэша и сначала мы и слабо переходит в гуна степень и переходит в э и добавляет в э и добавляет в суффикс классная классная переходе в гунируется то есть поднимается то есть поднимается вот и добавляем в конце суффикс значит и получается значение ну можем грубо взять из того английской стой стой английской подсказки которая дана по хорошему надо посмотреть в русском словаре чтобы посмотреть что получилось какое же слово мы образовали и так второе ду глагольный корень ду ну у меня получилось до но наверное еще суффикс нужен я не поняла сейчас секундочку сейчас значит у нас посмотрим открываем эту таблицу где ступени и там есть еще одна открываем ту таблицу табличку в 13 занятии и там на следующей странице есть такая значит абзац перед гласными и перед игрек слова формах происходит вот найдите мне пожалуйста да и прочитайте дашь оперев а а а ну и получается довода а нет вот а она же переходит дава да дава 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 лесной пожар а ну лесной написано forest fire да не просто сергей понятно куда надо было смотреть понятно реально нашли да вот этот абзац он без него никуда потому что а потому что иначе получается фигня а а а так то есть у нас получилось да то есть смотри реально что мы делаем мы сначала гунируем ну да итак гласная у соответствует степени гуна какая гласная о ну к если мы добавим к о суффикс а у нас же случится санхи да 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 ну как бы но здесь когда мы чередуем здесь есть как бы вот такой закон уточнений что перед гласными а суффикс а это гласная и вообще суффикс и в основном но сейчас боюсь утверждать начинается с гласной самые продуктивные суффиксы начинается с гласной самые распространенные вот и на такой случай у нас получается есть дополнительные условия чередования вот и и потому что иначе получится чепуха до плюс а там должно было ну то есть в общем превращение превращение ни во что в конце в конце не превратится поэтому да вам хорошо да продолжайте душ превращается в доша доша сергей вы не обратно вы не удивились когда получилось доша у вас нет тут легко как раз таки нет нет я имею ввиду в смысле что вы теперь знаете откуда слово доша так это та самая доша которая доша и означает еще и вина да почему есть тут неисправность еще не означает ну неисправность ну а вроде бы доша только одна да я конечно боюсь утвердать что то это сергей вы смотрели вроде же это же та доша сейчас по моему сейчас я могу ошибаться давайте проверим та ли это доша то есть сергея ничем не удивишь ладно Вот тут как раз остальным, всем остальным можно удивляться. Не перестаю. Увы, увы, это похоже все-таки другая Доша, та Доша, я просто забыл. Нет, еще правильно, нет, да, это та Доша, все, точно. Значит, представляете, вот получается Доша, она вот от такого вот корня глагольного, от глагольного корня Душ. А нам говорим, что она происходит от корня Душ, а не Душьянки, что ли, что-то такое. Ну, как может быть короткое слово длиной четыре буквы быть образовано от... Нет, подождите, Душьянки, это уже речь про глагол. Сергей, смотрите, любой глагол в санскрите образован от глагольного корня. Когда идет речь, что какое-то слово восходит к какому-то глаголу, то оно не восходит к самому, к форме настоящего времени, длинная это вереница. Она восходит к самому блоку, а блок и такой, то есть Душ. Понимаете? Почему следующее не глагол? Почему следующее не глагол? Дух, это же не только корневое существительное из в индейских времен, но и глагол доить. Доить? Доить. Милк. Да, просто я думаю, что... Милк это доить, а я просто молоко перел... Да, вы думали, молоко превратилось молокой, думали, ну нифига себе. Доение, доение. Доение превратилось. Духа. Ари, одна? Что? Да, да, да. Даша. Я, да. Дух, духа. Дух, духа. Дух, духа. А тут есть некоторая сложность. Я не знал, что такое слово. Вот уже, Сергей, хорошо, что вы не нашли такого слова. Потому что такого слова нет. Значит, буква Х в конце, она ведет себе некоторым образом. А для того, чтобы понять, каким, надо, ну, как и один из вариантов, открыть конспект залезняка. Открываем. Потому что, чтобы убедиться, правильно ли вы сгенерировали, есть только один вариант, открыть словарь. Что, собственно, Сергей не сделал. Есть у вас или кинуть еще раз ссылку? Все, в К переходит. Кто куда переходит? В К переходит. В К. И что получается? Духа. Духа? Сейчас, боюсь, все еще хуже. Нет. По словарю Г появляется откуда-то. Духа. Да. Откуда она появляется, покажите. А, сейчас откроем, значит, Сандхи. Нашли? Да, да. Нашли? Так, сейчас я найду свой конспект. Нашел, так. Нашел, так. Значит, смотрим. Смотрим. Внутренние Сандхи. Значит, и смотрим. Четвертый. Четвертый пункт. Смотрите, Даш, есть одна сложность. Значит, то, что вы посмотрели, вы посмотрели в первый пункт, так? Да. Посмотрели, что Х1 в конце превращается в К, да? Да. Дело в том, что в данном случае перед нами Х2. То есть, исторически, а только по списку. Давай, пожалуйста, скажите, смотрим. Внутренние Сандхи на стыках морфима внутри слова? Да. Внутренние Сандхи. Их сколько штук всего? Сергей? Вот это. То есть, на стыках морфима внутри слова? Да. Да, да, да. Сколько таких Сандхи? Четыре правила. Пять. Пять правил. Сколько? Пять правил? Ну и дальше А, Б, Г, там. Шесть, семь. Семь правил. Семь правил внутренних Сандхи. Четыре, пять, шесть. Итак, смотрите. В данном случае вы должны знать, но в К, Ч, Р, Г, Н, это не указано, поэтому запоминайте. Запоминайте, корень, он часто встречается, начиная с Ригведы. Значит, что те звуки, которые в санскрите, есть буква Х. Но, до этого, в проиндоевропейском, это, до этой Х были два разных, два разных, скажем, Х, разного происхождения. И, чтобы знать, какое Сандхи оно пройдет, мы должны знать, а какое же оно. И, в данном случае, оно не Х1, а Х2. Оно может, мы можем это, такие сведения уточнять только вот по перечню глагольных корней вот этого конспекта. Там указывается, когда, в те случаи, когда Х2, там есть список глагольных корней. Видели? Даш, понятно, о чем я говорю, нет? Да, я поняла. То есть, только в виде списка, или, ну, как бы, запоминаем и смотрим. Не Х2 это случайно, а если это Х2, то смотрим, какое правило здесь. Опять же, наверное, первое правило. Второе? Где вот написано, что Х1, Х2? Я вот не вижу это. А, значит, смотрите, я вам сейчас скопирую. Итак, первое правило. Первое правило внутренних санхи. Кидаю здесь вот скайп. Значит, на конце слова сочетание согласных, все элементы, кроме первого, отпадают. Это я вижу. Но особые случаи, в конце перечисленные, видите? Особые случаи, особо, С, Дж, А, Х1, все я вижу. А, Х2. Так, хорошо. Вот. Почему тогда Х2? Опытным путем мы дошли до того, что это не Х1, потому что иначе, получается, генерируется фигня, которая в словаре не устанавливается. Арианна, пока отслеживаешь, куда копаем? Или мозг закипает? Ну, вообще, пока я не понимаю, что тут Х1. Арианна, смотри. Для того, чтобы правильно разбирать санскритские формы, по-хорошему, их надо самому уметь генерировать. Эта мысль понятна? Ну, да. Для того, чтобы сделать правильное санскритское слово, надо знать правила санхи. В данном случае, этот корень непростой. То есть, видишь, есть такие случаи, когда у нас было вот там, типа, до, до плюс а, фигня какая-то, да? То есть, особенные случаи с гласными, ну, как бы, под случай, так? Другую, это когда у нас, значит, корень заканчивается на Х, буква Х, она не может остаться в конце слова. Есть определенный набор букв, которые может быть в конце слова. И вот у нас, нам даны 7 правил, которые надо соблюдать, чтобы слово было санскритским. Но в данном слове, мало знать, что оно просто оканчивается на букву Х. Буквы Х, хотя и в санскрите этого нет, но мы знаем предысторию санскрита. Поэтому мы, нам сказано, что это в этом слове Х2. То есть, Х, которая превращается не в К, а, смотрим дальше, что она превращается. Примечание к пунктам 1.4. Даш, почитайте, пожалуйста. У корней с начальными Б, Д или Г и конечными Х, Х, Х или Х происходит так называемый перенос придыхания. В формах, где в конце корня придыхания утрачивается перед с, или на конце слова, она появляется в начале корня. Господи, по-моему. Я и не понимаю. Закон Грассмана, Даш. А, ну конечно. Значит, вот, смотрим, что это для нас означает. Сейчас. Это для нас означает... Это для нас означает... Почему там Г, когда появилось, а не Т или К? Почему, значит, из Х образовалось Г? Не, добавилось оно даже. Ну вот, напишите, что вы нашли в словаре. Какое слово? От слова... Ну вот, напишите. Напишите. На доску давай. В латинице, в латинице. Там же нет никаких особенных букв. Может быть, ГБСХ не произносится? Но вы напишите, Сергей. Откуда написать? На доску? Ну, на доску, в Чайповском скате, ВКонтакте. Мне удобнее. Смотрим, Даш, какое правило Сандхи здесь применимо, если это все-таки не H1. Читаем дальше. Значит, Сандхи применяются в той последовательности, как они даны. Реально. Смотрим, значит, в конспект и пытаемся найти. Где тут есть описано H2? Что-нибудь другое про H1? Ну, H2 плюс T или H2 есть какие-то. Не знаю, все подходят. Так. Вот, значит, смотрим. ГДХ. Г... Нет, ГДХ. Ну, да, ГДХ. Да. ГДХ. Смотрим, где в конспекте у нас есть перечисленные ГДХ. А, как результат. Хорошо. Смотрим так. Смотрим с обратного конца. Есть тут такие? Есть. H1 плюс T. H1 плюс T, H. То есть, может быть, T, а может быть, ТХ. Понятно обозначение в скобках? Что имеется в виду? Нет? Это какого сейчас правила? То есть, может быть... Четвертый B. Четвертый B. B, H, D, G. То есть, это может быть T, а может быть T с продыханием. Это обозначение Сергея понятно? Когда вы не отвечаете, несложно понять. T или T с продыханием? Да. Не наш случай. У нас, у нас, у нас, у нас. Чем это добавляем? Это добавляем просто A. Мы добавляем просто A. Значит, дух. Дух, 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 дух. Значит, могу дать еще такую подсказку. Открываем конец учебника Кочельгиной. И там есть список глагольных форм. И там есть глагольные корни, оканчивающиеся на букву H. Так, конец учебника, это конкретнее, какой, где? Перед словарем? Перед словарем. Есть, например, там такой корень САХ. Какой корень САХ? САХ. Ну, и что? САХАТЭ, САХИШЬЯТЭ. ЭТОТ? Да. ЭТОТ? Сейчас. Я забыл, чем-то должно было помочь. Как-то в прошлый раз у нас побыстрее получилось его разобрать. Сейчас, секундочку. Я постараюсь понять, куда бежать, куда смотреть. Тут вон, что есть форма. Вон. То есть, корни, оканчивающиеся на Х, они неприятны тем, что они не вполне правильные с нашей точки зрения, скажем так. Ариэль, на тем временем, найдите, пожалуйста, корень ДУХ в списке глагольных корней ЗАЛЕЗНИКА. ДУХ? Угу. А где искать-то? Да. В конце. В конце. В конце. Значит, по ходу, еще, значит, смотри. Может быть, с обратного конца, если смотреть. С обратного конца, это какой конец? Ну, если у нас ДУГДХ, то есть ГДХ, это и есть Х просто. Если смотреть, по-моему, 4Б. Нет. В ГДХ, Х, нету Х. Звук отдельный, и звук с придыханием, это самостоятельные звуки, и их нельзя так расчленять. Значит, Даш, откройте, посмотри, пожалуйста, внешние санхи, четвертый пункт. Возвращаясь к тому, что уже было в ДОШе, точнее, в ДАВе. Видите, написано четвертый пункт, внешние санхи. Внутренние. Например, Ай перед В. Сергей, вы понимаете, что такое В большая буковка? В большая буковка? Нет. Так обозначают гласную, любую гласную. То есть Ай перед любой гласной дает? В институте мы перевернутую переписали любая. Вот, и, по-моему, тут обозначается любая согласная буковка С большой, да. А рядом нашли? Тах. В этом конспекте, который вы нам давали? Важнейшие корни, и что, Дин? Ну? Есть. Нет там Таха? Или дух надо? Есть. Ну, тот корень, с которым мы сейчас мучаемся. Дух есть. Дух есть в конспекте. А? Что означает? Стоить. Дай. Что означает? Ну, видите, то есть, как бы, всего-то. Итак, Ариэль, открывайте, пожалуйста, снова начало конспекта. Посмотрите. Значит, в внешних санхи, в шестом пункте, есть написано М перед С большой. Вот, вы такую запись понимаете или нет? Я хочу спросить вас. На той же странице, где внутренний санхи, сверху, шестой пункт, санхи носовых. М перед С большой. Понимаете ли, что такое С большая? Это... Это обозначение какое-то, не помню. Это любая согласная. В большая, это любая гласная. С большая, это любая гласная. С это согласная. В гласная. Запишите себе куда-нибудь. Итак, возвращаемся к нашим баранам. И, конечно, init 24-7. Типа Said. Что такое. И, конечно, это… Да,ở carte-то. В Kind halo drag, ты ёеха и провал. Ух. Потом привьём на масло. Живём на масло-тодиопросы. Схитите себе куда-то 말�ener. Итак, примечание к пункту 1.4 подходит нам, Даша? Ой, Господи, не знаю. У нас у корня этого есть начальная буква Б, Д и Г? Есть. И конечная Х. Конечная Х есть? Неужели Старик Грассмана забыли, подзабыли совсем? Слово Будда, оно откуда, Даш? Я же не знаю. От глагольного корня. А почему в Будде две Д, ну в смысле Д и Дха? Ну как слово Будда пишется, знаете? Дха. Почему там две Д? Глагольный корень же Будд? Потому что там перенос при дыхании. Значит, поэтому у нас... У нас, у нас, у нас... получается... Собственно, по пункту 4... По пункту 4 Б. Г, Д, Х. От корня... Дух. Точнее, Гух. 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 Получается, ГУД... Точнее, ДУГ... ДУГДХА. Вот второе слово, которое нажил Сергей. Почему оно перед гласным А, я должен подумать. Сходу не помню. Говорю, в прошлый раз я как-то вроде сразу вспомнил. Но суть в том, что здесь к этому корню относятся примечания. Вот это начинается на Б, на Б, Д, Г, заканчивается на БХ, ДХ, ГХ или Х. И в этих словах перенос при дыхании. Этот перенос при дыхании означает, что... Что, 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 что? Здесь у нас пункт 4 Б. 4 Б. 4 Б, 4 Б. Да, 4 Б. Понимаю, что сейчас звучит немножко всё запутанно. Не пугайтесь. Будут другие корни на Х. Может быть, там будет более наглядно. Значит, итак. От глакольного корня ДАИТЬ. Получается, что у нас ДУГДХАС. И что тут? Молоко. ДАИТЬ. ДАИТЬ. От ДАИТЬ получается МОЛОКО. Сейчас я переводил. Вот. Ну да. По-моему. Поехали, ДАШ, дальше. Бухр. НЕСТИ. Получается БХАРА. НОША. Подождите. Да, БХАРА, НОША. Да. Ариатна, согласны? Понимаете? Тут проще, честнее. Нет никаких языков поздно. Р. Гласной. Согласно таблице. Ариатна, что соответствует? РА. 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 Ну, собственно, и все. Значит, да, это все, что от нас просят здесь. ДАШ, продолжайте. Давайте вторая. Пункт Б. ДАС, АСАНА. УД, ОДАНА. ДАРШ, ДАРШИНА. Так, УД, ОДАНА. Подождите. А у нас оно разве не уходит в ВУНУ? ОДАНА, я скажу. А, извините, не расслышал. Прошу четче, потому что на самом деле они даже на слух похожи. У и О. Ода. Ода. Хорошо. Что означает? Каша. Ода, что означает? Ну, не знаю. Каша. Судя по английскому. Что значит, судя по английскому? Сергей, вспомни, что это означает? Мясистые вещества, вареный рис, пюре и кашу. Рис? Рис? Речь идет о рисе. О рисе. О рисе, да. Я просто так-то знаю, что это рис. Рисовая каша. Понимаете? Это не просто каша. Судя по английскому. А, английский иногда бывает на пачке. Я понимаю, да. Я делала в ночи и со словарем не работала. Дарш, даршана… Вид… Вид… Лицезрение… Я Nyé Дальше у нас, Сергей, что означает «косновное значение»? — Взгляд или что? — Сергей? Вы философию индийскую изучали? — Даршин — это... — Что означает «даршина» в философии? — Благословение, что ли, да... — Сказать... — Подношением... Не знаю даже, как это сказать... — Даршина... — Я знаю, что переводится, что гуру даршина дает взглядом, цветком и рукой. — В Индии нет такого слова «философия». Это ведь греческое слово. В Индии любую из шести школ философии называют «даршина». Это индийский синоним слова «философия». То есть точка зрения на мир. — Понятно. — Понятно? А всё без обидного глагольного корня «дарш». — Дальше... — Бходжана... — Бходжана... — Да... — Что означает «бходжана»? — Матх... — Матхана... — Что означает «матхана»? — Честно говоря, не знаю... — Ну, смотрим, открываем. У нас есть возможность. — Давайте. — Это же... — Мифическое сбивание океана. — Пахта... — Пахта... — Пахта... — Они же, когда вспахали океан, вот, собственно, вот они этим глаголом пахали. — Понятно. — А почему... — Подождите. — Почему у меня «н» по словарю «н» появилось? — Да. — Ну, не «матхана», а не «манатхана» по словарю. — Не слышу, что у вас появилось? — Или я не... Или ошибся? — Ну, мы, скорее, всё-таки, ошиблись. — Это в словаре. — Приписали уже лишнее. — Не «манатхана»? — «манатхана»? — Да. — «манатхана»? — Ну, вроде, это не... Как бы есть такая штука, как «н» вставная. Но в этом корне, насколько я помню, этого нет. Поэтому затрудняюсь сказать. Давайте... Вот вы запишите... И я просто как... — Ну, потом не пришли, типа... — В английское слово... Вбивал... Словарь. У меня высветилась... Высветилась вот именно... — Да. — Нету «манатхана», есть только «манатхана». — Угу. — Я понял, это интересно. Не готов комментировать. — А, муч... — Даша... — Мучена... — Мучена... — А «ч» в конце... ... передгласной. — Думаете, ни во что не прорывайте? Давайте посмотрим. — Че, 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 че. Че-че-че-че-че. Че-че-че-че-че-че. Че-че-че. Че-че-че. да вы не бойтесь генерируйте мокша она мокша она да получается откуда там все же она за мокша она где там шея взялась мокша она мокша она это пункт третий наверное нет но там дело в том что там же там же там же там же должно было бы быть ммм должна была быть какая нибудь S чтобы превратиться в кше так 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 было муч 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 она же Сергеевич в твариже нет такого что вы нашли ничего я не нашел я не знал как что записывать поэтому не нашел только догадаться но для этого логику хотелось бы посмотреть откуда шея действительно взялась откуда взялась шея но м 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 предлагаю значит дописать вопросительный знак к этому шея enda сейчас на нем не будем застреливаться первый вопрос 1 почему почему в духе в духе перед гласной у нас произошло произошло а второй вопрос почему в муч с суффиксом она потому что такого мог она такого слова нет вот а всякие мог мокши их энное количество вот это интересный вопрос вопрос ко мне ну сейчас давайте не будем заостревать и заострять внимание на этом а возьмем возьмем корень стха вот значит дашь слово такое афганистан слышали это же это же слово что такое афгане это народ что ли ну и тонем не предполагаю а для нас важно что есть то есть стоянка четкий корень суффикс стоять не надо а значит не стоять вот я не знаю я не хочу стоять астхана что означает ну да получается и грубая стоянка стоянка да вот хорошо знающий корень тоже непростой корень 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 считала чтение в комментариях с нет еще более сложно эти дело в том что в комментариях написано реверс гона значит у этого корня у уча будет ватч слышали такой вот корень значит там савитри у ватча савитри сказала вот у этого корня у уча у него чередование особое и будет в общем там ватча следовательно из куча мы получаем ватч в гони и добавляем суффикс и получается ватча потому что если вы сказали а я где-то так же думала сказать но я не понимаю почему ну потому что я знаю почему да значит вот там написано в скобках что это реверс гуна а теперь открываем вторую страницу этого этой брошюры и смотрим что такое реверс гуна да какую страницу вторую страница вторая да и там есть сверху гуна энвертхи субститюшенс и есть абзац комментария и табличка чуть ниже и зачитайте пожалуйста сейчас там в скобках написано ватч видите дашь ну хорошо вторую страницу нашли да таблицу гуна и бритхи нашли а там есть ну да 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 а фью ватча в реверс гуна вот это почитайте пожалуйста слух не есть но встатах в реверс гуна а то есть встатах в реверс гуна фрэзампл ватч не совсем не понимаете чем речь давайте переведите переверс гуну что это значит как обратное гунирование то есть смотрим по таблице смотрите значит в базовой таблице у нас с значит уч да у гласная у гласная у а в ступени гуна есть соответственно что какие это из некоторых корней ну там перечислено зачитайте до конца дашь и прач вместо прач вот три наиболее распространенных ватч и уч и вот из ядж получается ядья да там еще и джэ на г меняется да там еще джэ меняется меняется все что может по этому а реально то есть запишите себе пожалуйста значит что учу соответствует ватч и джу яч и прычху прач вот эта подсказка она дана здесь да она в другом месте в залезнике но в поле наверное в туманном виде вот вот то есть в глагольном корне уч так а что такое я я я это я слышал что у нас жертву выносить жертву это же в корнесть в списке залезняка есть сергей открываем смотрим а прач означает что спрашивать 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 ну да если я говорю что получается похоже на то вот значит с учим мы должны были вот подсмотреть такую подсказку такую подсказку вот потому что никакого другого пути нет хорошо ехали дальше упражнение методики кочергиной поднимаем в гуну и суффикс получаем кар-тар так у нас везде или тар в конце кар-тар и вы слышали что я сказал по-индусски кар-тар ну да она пишет в средней ступени и корень и суффикс мы не видим пишет в слабой ступени суффикс корень гунируется а суффикс он не трогает разные подходы два разных подхода европейский и индийский индийский не трогает европейский везде лезет кар-тар что означает Сергей кар-тар помните прошлый раз масло масляное получается деятель например да это тоже почему масло масляное может быть и автором тоже делать и делать а я вас понял полна да деятельный деятель джи 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 тар поехали дальше да почему джи тар арианна понятно потому что это дано в подсказке у нас тут даже, в общем-то, особого учения не должно быть, если мы посмотрели. Джейтер, что означает? Да, победитель, сообщитель. Хорошо. Ну, тот, кто дает. Датар. Кто такой датар? Податель. Проще можно, Таша, проще. Бхартер. Дальше. Я на секундочку отойду. Бхартер. Ну, здесь написано муж. Кто такой Бхартер? Ну, это правда. Значит, Бхартер, муж. Хр, нести. А ты как глагольного корня муж? То есть, а муж-то тот, кто несет? Ага. То есть, тот. Жена-то, ну, ношу, да. Лямку тянет. Тяжелый случай. Ну, это, это явно не датар. Ман, мантор. Хорошо, ман. Су, су, тар. А что такое мантор? Мыслитель, что ли, или что? Ну, да, мыслитель. Мантрин, например, это министр. Сот. Мыслитель? Нет. Сотар. Нашли, что ли? Что это, как раз я нашел? Так, смотрим. Я извиняюсь, мне надо уходить сейчас. Сотар. Простите. Ну, так... О, Арианна, как? Мне просто так получилось, я извиняюсь. Я не знаю, что надо раньше вставать еще. О, простите. Так я и говорю, что так надо учитывать, что всякое может быть. Ну, извините, пожалуйста. Ой, боже. До свидания. Ну, давайте, Арианна. До свидания. Ага. До свидания. Почему это вот... Выдавите тут же... И у нас же СУ есть же еще просто... Очень, да? Или это... Как вот понять, где тут? Из контекста? Да. Ну, это же глагольный корень. СУ, которая... Ну, мы здесь работаем... В процессе гунации и вертихизации мы работаем с глагольными корнями. Поэтому здесь, в общем-то, не перепутайте. СОТАР, да. Подожди, СОТАР. Глагольный корень. СОТАР, это что означает? Ну, тот, кто выдавливает. Ну, это что означает, Сергей? Как вы думаете? Ну, давитель, как назвалец. Выдавливает? Не знаю, может, почему и почему нет. Надо смотреть по кочевине. Если вы хотите точный русский аналог. СОТАР. Вот здесь находите. Будет задуматься. ХОТАР. Тот, кто давит. ХУ. ХОТРА. ХОТРА. ОГНЕХОТРА. Не, ну а что такое? Что такое ХОТРА? Так нет, она сказала ХОТРА. К примеру, ОГНЕХОТРА это. Я не понимаю, почему все ХОТРА. У нас ХОТРА. Если вот слова дальше образуются, добавляйте. Слишком считающее ощущение. Подождите, подождите. Вы мне начало, скажите. Кто такой ХОТРА? Домашний жрец. Нет, это домашний жрец. Это не просто освещение. ХОТРА. ХУ. От какого глагольного корня, Даш? ЗВАТЬ. ХУ означает, что? ЗВАТЬ, да? И что же он зовет? Вот. Вот, хорошо. У нас остались два вопроса. Это скорее у меня остались. Значит, Даш, более-менее понятно, куда кого генерируют? То есть, определенные суффиксы за собой тянут определенную ступень корневой гласной. Как понять именно, какую ступень? Что значит определенную ступень? Или в ритхиле гуна, что ли? Так что? Нет, ну, как бы, каждый из них дружит с определенной ступенью. То есть, например, суффикс «ана» дружит со ступенью гуна. Как понять? Запоминать. А с Фрид Хюнн что, не дружит? А в таблице «дружит» только по-другому. Мысль понятна, логика не понятна. Мысль понятна, Сергей. Давайте пример. Почему суффикс «а» дружит с гуной, а с Фрид Хюнн не дружит? Ну, вот такова история вопроса. В этом нету логики. У каждого суффикса есть ступень, с которой он дружит. Ее надо запоминать. Суффикс «а» — это самый часто распространенный суффикс в Санскрите. В таблице же... А, не, это просто корень. Поехали к второму упражнению, значит, Сергей. Второму упражнению нам нужно проделать какие вещи? Нужно поднять в вертвхе первый слог и гуну во втором слоге. Итак, первые три слова с суффиксом «а». Ну, «пи» в «а». Итак, «инду» в «луна». «О» плюс «а» в «ау» переводится. И у меня получилось «Айдау». Правильно или нет? Айдау. Согласна? А Даша согласна? Нет, не знаю. Вообще, я не понимаю, куда «эн» ты делся. Нет. «Эн», у Сергея куда-то «эн» ускакало. Кто куда делся? Может, я по словарю смотрю? А, нет. Ну... Так, ну тогда... С «Ай» согласна. Дальше не знаю. Ну, «Ай» согласна, Даш? С «Ай» согласна. Хорошо. Значит, у нас... Дополнительное условие здесь не вступает? Перед гласными происходит внутренний санхи, чередующийся гласных. Это не вступает здесь? Это же правило есть, наверное, внутренних санхи. Или нет? Чтобы получить слово «лунный», что у нас... У меня получилось просто «аин», да. Но это, наверное, не мешает. Даша, у вас что получилось на конце? «Аин» да. Просто «аи» преобразовали? «Аинду»? Да. «Аинда»? Боюсь, маловато. Может... «О», так... «Итак, смотрим...» Значит... «Подняли – И в – АЙ», так? «О». «Подняли – У во что?» «О» Суффикс А это гласное? Итак, читаем. Перед гласными происходят внутренние санхи, чередующиеся гласных. О перед гласной переходит во что? Согласно учебнику Кочегиной в АВ. К АВУ добавляем наш наконец-то несчастный суффикс АВ и получаем АНДАВА. Лунный. Сначала поднимаем, потом смотрим, что у нас санхи, ну а потом... Так понятно, как получился лунный? У меня по словарю... Есть такое, да, Сергей? Нет такого слова. У меня артова лунный. Ну понятно, хорошо. Поехали дальше. Что означает арту? Нет, что означает арту? Ар... У трансформируется в О. Ар... Так, Р во что трансформируется у нас? Так, хорошо. Что опять в АВ получается, так? Артава... А, что это? А, что это? Санхинин! Да. Артава, да? Ну да. Даша, согласны? Получается, сезонный. То есть такой, который проявляется в определенном... В определенное время года. Не получилось ничего. Ну давайте... Хорошо, дальше, Сергей. У трансформируется в АУ. Для начала слова зачитайте, перед тем, как понимать, получается... А СУШТХУ это у меня. СУШТХА или СУШТХУ? У трансформируется в АУ. В конце У трансформируется в О. И О трансформируется в АУ получается. АУ получается САУШТХАУ. Так что ли? СУШТХАУ. СУШТХАУ. А где суффикс в конце? У нас еще СУШТХАВА. Вы... Сергей, вы играете САУШТХАВ? Саушдхава, я не знаю. Добавьте букву А, это несложно. Саушдхава, не надо С выбрасывать. Саушдхава. Да нет, вроде все. И что это означает, я не нашел. Если это превосходно, то это что, превосходны? Или это у нас получается превосходство? Превосходство. Арани. У нас там уже другой суффикс, вы видите, да? Ар... Не-не, подождите, стойте. Это слово из другого списка. Вы это видите? Плюс Я, то есть суффикс поменялся уже. Суффикс Я. Хорошо. Ну вот тут, я не знаю, получается у нас... Начинаем. Первая гласная. Во что превращается? Первая нулевая, получается. Первая нулевая, получается. Первая, первая. Первый слог. Первый слог, это А. Разную. Трансформирует. По долгую. А, А раннюю. Хорошо, поехали дальше. В степени Гуна, он получается Э. И Э... 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 Значит, у нас получается только Я, это уже... Срабатывает правило чередования? Ну, здесь срабатывает. Перед гласными и перед играми. У нас краз Y здесь сейчас и вступает. Это трансформируется в I. Так, что ли? Да. И плюс Я. Как это будет звучать? А раньяя? Как... Ная? А... А раньяя? Ньяя. Ну, да. Я не помню, что я сгенерировал в то же раз. Но следуй, это лайки. без вариантов а я да арань 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 арана я должно быть два раза я я нашел я я а не а я только я не помню что это означает честно скажу я что значит почему там две буквы е подряд вас смущает ну да арана я правильно а я или я я а я на же и в ай ай плюс я а я арань на я что это означает ну делал с этими спичками так и не понял что относящийся к спичкам что это тоже думал я отлично я я доволен отлично принимается инду мать и формируется а у имя женщины индумати и формируется в е в э точнее и так плюс я получается я и индау на я и так сейчас я думаю сейчас я секунду вернусь в в кочергине большое посмотрите на ай там есть степени в ритхе у а у переходит по таблице предложение пишется что не пивки в ритхе в первом слоге и гуна в последнем а у это средний слог про него ничего не сказано сейчас просим тогда и у нас трансформируется ай и что это ай-ду-натьяй ай-ду-матея у меня получилось откуда ма получилось это слово просто собственно а ну вот она инду-матея а у меня эндов мы ошибся единственно что может быть а и дома то я потому что там еще внутренние санхи и перед е получается ай еще раз что-то и конце слова и думать и должно перейти в потому что это гуна а и перед е там же суффикс добавляется сформируется ай-ай объекта это вот перед гласными перед игрекс новка пачка корчергиной слова формах происходит внутренние санхи согласных и о ай то есть перед этим суффиксом должны санхи происходить и ай почему ай и всем не был ау-ау-а и я я получаю столько ли не ай-я-я-я-я-я-я-я ну мне так кажется дошли до руки — До чего дошли? — I do my... — Да хорошо. — I do my... — I do my... — Большое кочергение, ничего не нашлось? — I do my... — Правильно или нет? — Большое кочергение... — Так... — I do my... — I do... — I do my... — Ну у нас вот... — I do my... — I do my... — I... — I... — I... — I... — Как концы брать? — I... — I... — I... — I... — I... — Да... — Но... — Вы зародили во мне вопрос, опять же... — I... 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 — — — I... — И перед игреком переходит в... Где-то мы... Ай. И у нас же суффикс «я». Перед игреком... Так, это второе. Так. Так. Аршая. Даша, согласна? Так, еще раз. Аршая. Э плюс... Да. Я перед игреком трансформируется в ай. Перед игреком, но я с суффиксом... Э плюс что? Аршая, получается. Э, перед игреком трансформируется в ай. Ну вот это окончание. Мне кажется, что «яя», а не «ая». Не знаю. Ну ладно. А чая я знаю такое. А аршая я не знаю, что за слово такое. Есть такое слово? Не готов здесь. Надо смотреть слова. Это... Это не... Ну... Вот есть коньки, а есть... Почему там вот «эни» переходит в ай. А я... Тогда... Вопрос. Подождите. А мы перескочили через слово. У нас «эни» с ним сейчас. «Антея». Вот этот вопрос... Да-да. Я не говорю. Просто... Вы меня спрашиваете. Я встречаю, что я знаю. Но... Значит «эни». И-в-э... и плюс... Э-плюс... А-а-я-ай. Получается «яя» что ли? Я не знаю. Почему в конце Ай? Это только окончание вопроса. Ай ная, да. А тут везде одно и то же. Почему тогда Каунтея? Должно быть Каунтая по этой митране. Везде одно и то же. Да, Каунтея. Так, смотрим. Открываем слова, смотрим, как слова образовываются. Каунтея там есть? Нет, любое имя собственное Сергея в санскрите, оно имеет смысл. Молите Кунтия, я помню, но... Это же потомок женщины Кунти. А вот ведь это же имя собственное. Вы же, это же не словар немецкого языка, где не будет Шварценеггера. Тут же имена собственные в санскритских словарях, они же даются, понимаете? Каунтея. Слава Богу. Каунтея, Каунтея, Каунтея. Ну ладно. Что-то у нас с этим окончанием везде засада. Каунтея. Ну нас так не возьмешь, разберемся. Так. Что Э не трансформировалось просто. То есть здесь просто что получается? Здесь... Что Э не трансформируется, да. Но здесь идеальные условия для трансформации. Каунтея. Вот что написано. Ладно. Ну то есть, да. Согласно... Согласно примеру Каунтея, с которым нельзя посмотреть, у нас... Ну собственно я бы на него и ориентировалась, потому что это единственное слово, которое я знаю. Я бы по этому образованию делала все остальное. Везде Э не трансформируется. Ну да. Везде. Так. Так. Ну вот хороший вопрос, на который у меня нет хорошего ответа. Но я знаю одно, что Каунтея это неоспоримый результат. Это уже процесс генерации. Что вот есть какое-то имя женского рода. А потом... А смотрите, если разобрать Куру, то получается только Уравы. Там идет... Это Каунтея. То же самое, вот где мы АВ брали. Да, то же самое. Ну там понятно. Да, да. АВ, а мы взяли его из этого внутреннего чередования. Почему? Не трансформируется. Там понятно. А почему вот здесь оно не трансформируется? Вот... Интересный вопрос. Я подумаю. Это третий вопрос, который я говорю. Сегодня какой-то вот у меня омрачен. омрачение разумом. Третий вопрос. Собственно, что мы пишем в конце всех этих слов? Значит, Каунтея, дальше Гаргий, А во что переходит? Ну, так получается. Или... А долгое переходит в А долгое, да? Нулевое, получается. Ну, одно. Ну, то есть ни во что не переходит? Ну, тут то же самое. И в Э, Э перед Я. Ну да. В общем, будем исходить из Гаргея. Из того, что оно просто гунируется себе... Гунируется... Там, кстати, было же исключение, что везде уже написано, что... Заметьте, что... Э плюс А перед У могут оставаться без изменений в кочергенной. Да-да-да, точно-точно-точно-точно. Да-да-да. Получается, что... Я, собственно, всю секунду посмотрел на то же самое место, когда вы сказали. Да. Да. Получается... Получается, что... Получается, собственно, вот наш этот... Весь списочек. Мы его не хотим гонять по такому длинному пути. Мы гоняем его по пути... По пути... Э... МОГУТ ОСТАВАТСЯ. Это в кочерге Лазач написано. Да-да-да. Пометьте себе. Нашли, да, Даш? Вот давайте будем искать из этого, как... Что они... То есть мы все обратно перечеркиваем на Э. Э. А Э. 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 Ага. Так. Ух, теперь дописываем, почему это. Вот такая еще рипалка сегодня. Сразу видно... Мы сразу про... Марксистское обоснование. Хе-хе-хе. Нормально, нормально. Нормально, нормально. Хе-хе. Это все из-за меня. Так. Каунт Тея. А в адовую. Тея. Ка-хея. И последнее. Сегей. Получается... Э плюс. Я не трансформируется, если... Ха-ги-нея. Хотя в словаре я нашел только ба-х-я-ка. Сестра. Бах-я-ка. Сестра. Бах-я-ка...? Нет. Я... Вот, после трансформации... Слово бах-я-ка... Я не нашел это слово в словаре. В электронном. А есть только «бах», «я», «к». Ну, это всё-таки другое слово, да. То есть, хорошо, не страшно. Просто суть в том, что если из каждого слова генерировать и включить это в словаре, то вместо 280 тысяч слов будет 500 тысяч слов. Хорошо. Вместе отмучились. Теперь записали себе, что значит... «э», конечно, переходит, но не всегда. И здесь как раз мы считаем, что она не всегда переходит. Ой, нет, я... Ну что ж, это было ещё ничего. Я тоже. Давайте exercise 4, Даша. Ну хорошо, давайте вместе сдадимся. Итак, раздел «А». Значит, от основы существительного в именительном падеже, единственном числе, значит, к этому добавляем суффикс «-с». Итак, «А-ш-ва», «А-ш-ва-с». «Висергу». «А-ш-ва-с». «С-с». У меня везде так получилось. И чё я не тому? «Висергу». «А-ш-ва-с». В смысле, вот висерга везде стоит в конце. «Гонь». Ну, я об этом и плюнул. На третьем упражнении всё. А, висерга везде стоит в конце. Так, нет. Постойте, постойте, постойте. Постойте, постойте, постойте. Хорошо. «А-ди-х». Вопросов нет, так? Тут же нету двухгласных в конце. Нету. Двух согласных в конце. «С», она же согласная. Она одна. Да, да. «С» в конце превращается в висергу. Даш, согласны? Ну вот. «А-ди-х». А вот в слове «бхаван». «Бхаван-эс». «М-Т-э-с». Согласна залезнику? Во что превращается? Открываем. Просто в «эн». И что, остаётся? «Бхаван». Чего-то тут сложного. После тех мучений, что были прежде. Даш, «бхаван». «Бхаван». Да, это мой частный случай. Я вчера печатала, у меня принтер заживал бумагу, я не заметила. И именно на этой странице у меня пропечаталось просто ужасно. И я уже клюнула и не стала переделывать. «Бхаван». Яс. «Бхаван». «Даш, давайте. Четёртый. «Бхаран». «Бхаран». К «Бхаранту» добавляем «эс». И что, получаем? «Бхаран». 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 Рудант, да, от Рудант. Раздел Б. То же самое, только с удлинением последней гласной. Давайте, Даш. Было Балаван, стало Балаван. Балаван, только вы говорите, от какого слова? Было Бхаван, стало Бхаван. Балаван. Было Видвамш. Это Ш, да? Видвамш. Видвамс. Видвамс, извините. М переходит в Н. А в скобках что нам подсказывается? А, да. Наоборот, что было Н, стало М. Да, действительно. Куда же, получается, Видвам, наверное. И в конце, Н или М? Видвам, да. Мы же помним, что любую носовую, Сергей, мы же помним, что любую носовую можно записать. Какая разница. Точнее, то или то пишет, когда как, то я не знаю. Да. Да. Что вы не знаете? В зависимости от погоды. Рупаван. Рупаван. Видвам. Отключается Рупаван. И? От Рупаванд. Форму. Да. Да. Что такое Рупа? Форма. Внешность. Рупаванд. Это тот, кто обладает формой. Какой формой предполагается? Хорошая форма, да? То есть, Ванд – это тот, кто обладает тем, что указано в первой части слова. Так? Бала – это сила. Да. Балаванд – это тот, кто обладает силой. То есть, сильный. Баху – это быть. Бхаванд – это сущий. То есть, тот, кто есть. Ну, то есть, почтенный. Да. Почтенный человек. Понятно? Почему здесь удлиняется? Хорошо. Значит, задание – это цель. Почему удлиняется? Ну, вот такой. Такое требование морфологии санскрита, что пока ваша задача – получать правильные формы. Понимать, зачем вам их, где они будут встречаться. Это отдельная задача. Наша задача пока проще. Делать то, что нам говорят, а где оно реально в жизни будет встречаться, мы пока не знаем. Сергей, ну, увы, так. Пункт С. То же самое, что в Б, только значит, у нас обнуляется, то есть, отваливается все конечные согласные. Атман. Атма, да. Атма. Ну, конья так останется? Или конья будет? Атма. А, там нету с ни при чем. Так, а что это взял? Атма, тогда так остается. Атма, там, а что это будет значить? Атма, да. А что мы, я не понимаю, что мы образуем? Таня. Она и была девушкой. Девушка. Мы образовываем именительный падеж единственного числа. А что было тогда, если получилась девушка, что было? Ну, вот, получилось девушка. Мы еще, ну, да, вспоминаем, да. А вот в душе Атман. Это я? А девушка. А что здесь? Как получилось? Что у нас это? Так и осталось. Ну, Атман. Это получилось Атма. И что у нас было, и что получилось? Еще раз задайте вопрос, пожалуйста. Я было, и я получилось? То же самое. Нет, получилось то же самое. Здесь значение не меняется. Значение менялось там, где у нас были процессы производных слов. Здесь никаких производных слов нет. Понятно, чем я говорю? Нет, Сергей? Она, тем не менее, в языке встречается. В языке я не только хочу, бывает, образовать пиявку от слова вода, а иногда я просто хочу склонять. А санхи, они же встречаются не только в производстве слов, но и в склонении. такой трудный сегодня урок. И всегда так будет. Нет, нет, нет. Давайте вы потом запишите нам видео и вырадите по трем вопросам. Да, надеюсь, ответ. Давайте напомните. Я сейчас ничего вам не обещаю. Вы мне должны напомнить, только тогда это случится. Понимаете, Сергей? Здесь одно обстоятельство. У меня переезд, поэтому это все немножко осложняет. Поэтому я вас прошу, обращаюсь к вам с просьбой. Хорошо. Я отвечу и прокомментирую. И вернусь к этому, но только если вы будете настойчивы. Это моя к вам просьба. Нади. Значит. Ну, здесь написано река. Нади. Что означает, Даша? Мы с Сергеем знаем, что это канал. Река, река, да. Энергетические каналы. Канал? Да. Нет. Понятно. Нет. Слово каналы это другая Д там стоит. Надя, понятно. Это другое слово. Так, еще раз. И пишется у нас А долгое. Надя. Простите, я пропустил еще раз. Что? Надя. Это другое слово. Не то вы знаете. Значит, Даша настаивала на том, что вам известен сакральный смысл слова река. А я Даши говорю, что она путает два слова. Надя, который пульс. Ну, я вовсе третье значение имела в виду. Там другая Д, там Д церебральная. телевизорский канал Надя. Сергей. Да, это еще и пульс. А я ровно это и вам сейчас говорю. И не... И не... Да. А если есть слово пространство, это основное значение, но в Аюрведе это пульс. Более сложный вопрос есть еще в запасе? Я не вижу никакой связи. В смысле, какая связь должна быть? Пульсация, что ли, как это перевести про спан, да? Ну, там корень похож. Ну, я никакой связи не вижу. Здесь приставка спа, прав, в смысле, спан, корень, нет, ничего похожего. Ничего похожего. Видите, как обманчиво бывает, значит, Даш, когда в русском переводе, получается, церебрализация теряется, да? А долгода не так, и получается, вот вы слышали Нади, и думаете, что вот это есть как бы река, да? Нет, действительно, не исключено, что они даже как-то связаны между собой, но я к тому, что если вы захотите это слово найти в Даранагаре, то вы не сможете найти этот канал, понимаете? Вы захотите проверить перевод в Ромбой, да, и будете искать Нади, и не будете находить, понимаете? Хотя чисто перевод можно всегда улучшить, скажем так. Вот. Так что канал, он же Пульс. Я просто почему, скажем так, я подготовил черновик перевода небольшого трактата, посвященному этому Наде. Я поэтому, собственно, сам мучился тем же самым, когда искал несуществующей Нади. Поэтому ваши мучения, Даш, мне понятно. Сомнения. я не лучше вас. Я так же согласна. Хорошо. Балин. С Балином что сделаем? Бали. И удлинит согласная конечная и получится это вот Бали Махараджа так звали? Да. Бала ничего с ней не произойдет. Видите, какие у вас правильные ассоциации? Раджа станет Раджа. Раджан станет Раджа. Раджан станет Раджа, да. И С Три Да. Да, Раджа, то есть откуда слово Раджа, да? Мы же обычно приходим слышать Раджа, Раджа. А он же не Раджа. Раджан это какая форма вообще по словарю? Он будет записан как Раджан. Основа понятно. А Раджа это именитный падеж. Это С Три ничего не поменяется. А корень у Раджа какой? Раджа. Раджа Ну да. Замечательно. Радж? Радж царствовать это такая опять же индоевропейская штука. Я уже не знаю говорил не говорил слово имя Регина знаете? Ну вот это собственно однокорневое латинское Рекс и Радж это одно и то же. Регина ну царица. так давайте попробуем пункт Д то же самое что в С только без удлинения конечной гласной и так убиваем убиваем согласные на конце Парва Даш убейте Да Нама Сейчас постойте помните в кочевине было Нама По имени Да Что означало? Нет Нам По имени Нама Парва Имя Нама По имени Ага хорошо А Парван Парва Вот Даш всегда говорите от чего а то непонятно Балин Балин Потому что она даже будет слушать она не поймет даже где вы читаете И то и то гора Да И то и то гора По горе не скажем А как у меня вопрос как вообще заниматься словообразованием и понимать где отваливается где не отваливается где удлиняется и вообще Хороший вопрос А понятно Для начала мы должны пройти типы склонений смотрим на какую гласную заканчивается или согласную заканчивается основа и исходя из этого будем какие-то процессы гонять Да то есть пока мы знаем недостаточно А почему и то что мы якобы прошли мы еще не умеем применить длинная а где-то короткая Это получается как бы разные немножко морфологические процессы как сказать для разных потребностей Где-то удлиняется где-то нет Что вам сказать Насколько на машинах трудных нет дух Вот Хорошо МНО дается трудно Еще труднее когда я забываю какую-нибудь подсказку вам дать Поэтому не переживайте если мозг от него закипает Это нормально Это не могло быть иначе Итак Так 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 Запомнили ли вы первичные личные окончания Ты был абсолютный максимум Пытались ли вы Я переслушал Вы обещали Вы выслали Я видел окончание Надо время смотреть Это Адмагэпада или парасмайпада и там что там миссии и что там Окончание окончания я вам предлагаю выучить на примере Хоть на гач хоть на ликх на что хотите просто это редкий корень а гач частотный Таблица то есть да просто я просклоняюсь все равно настойчиво советую зазублить Я поняла но это я вчера уже никакая опять же подход но дашь просто распечатан будет недостаточно ну понятно да верю верю вот то есть первичные личные окончания ну вот давайте значит Сергей не на примере глагола ват на примере глагола ват таблицу и под распределяйте пожалуйста удлинение а не должно ли там было быть удлинение в первом лице значит заметим что первое лицо так называемая сильная форма вне гласная основа перед личным окончанием удлиняется вне гласное слово тогда это в конце удлиняется да водами а водами водаси водаси последнее гласное удлиняется да водами да а в первом лице все постойте это же только в первом лице водами первое лицо у нас какое бывает Даш зачитайте пожалуйста первое лицо да спасибо понятно сергей то это первое лицо подать 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 продолжайте сад двойственное дуались юрались водам сразу разносить водам а вода 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 анти вода пожалуйста бхашами бхашати бхашап распрягайте бхашамас бхашатхас бхашатас бхашамас бхашатха бхашамти да мы еще это отмечали на том уроке на позатум про первое лицо запомнили оба я просто начерекала учебник ну да отмечали это хорошо но я знаю что в жизни есть желание это забыть да хорошо Слушаю вам в учебнике Мочирикана. Значит, Сергей, приклеиваем к учебнику. Я говорю, сами себе возьмите и составьте, если вам не устраивает моя таблица. Моя таблица со временем стала чересчур сложная. И я прекрасно понимаю, что ее бы упростить, но сейчас не до этого. Поэтому можете, хоть я говорю от руки, но надо на примерах конкретных брать. Да, это вполне реальный вариант. Собственно, вы же домашнее задание к восьмому занятию делали же, да? Ну да, просто... Ну вот давайте возьмите, значит... По два глагола парасмайпады и по два глагола атманайпады. И пропишите себе в тетради вот с первичными личными окончаниями. Не забывая удлинять первое лицо. Еще можно вопрос по залезняку? Что такое ряды чередований А1 и А2? Да, конечно. И 1 и 2. У1 и 2. Это что, короткий и длинный, что ли? Нет. Значит, это вот то же самое, что с Х1 и Х2. То есть не все А равны между собой, скажем так. Исторически так случилось, что как бы разные звуки совпали в один. Но у них предшествующая стадия были разные, как сказать. Это такая классификация, которую придумал залезняк. Да. Значит, если вы откройте вот таблицу, трехступенчатые чередования, Даш. Откройте, пожалуйста. Внизу. Видите, у нас У. У. Что соответствует в особых чередованиях с Амбрасарами? В Гуни. Вач. Ва. А что у нас сегодня было с Учем? Не понимаю. Вач. Собственно, вот это и есть особое чередование. Где из них У1, У2. Но я говорю, мы это вычленить сами не можем. Для этого и есть список, который дает. Можно? Список корней, который дает заместитель, которые иногда дают подсказки. В силе не хватает примеров. Поэтому. Понятно? Такой зубодробительный набор информации, а примеров вообще трудно усваиваться. Я смотрю с этими ГЭК, ГЭК, ЧИЧХАК, вот эти ЧИЧХАК. Вот это вообще есть где-то с примерами? Говорят, какой-то английский, у меня тут знакомая еще где-то учится в ОМОНу Лобанову. Они говорят, какую-то английскую книгу разбирают, там примеров много. Примеры разбирают, какую книгу. Сейчас я спрошу его, что они там разбирают. Но есть у меня отдельная книга с примерами. Но именно чтобы подобрать к той последовательности, что из зоняка, я сейчас не возьму. Скажу вам честно, потому что... Смотрите. Ну, давайте так. Примеры. Примеры, которые даны в Кочергине, вам их недостаточно. Ну, в дальнейшем там просто... Просто потому что вы еще не дошли до всех санфий, которые даже описаны в Кочергине. Ну, понятно, сокращенно все. Да, выстрелы, я согласен. Но, Сергей, это же слово конспект, вам говорит что-нибудь? Значит, есть еще очерк Звездняка. Очерк. Сейчас я посмотрю, в очерке у него есть примеры или нет. Честно, не помню. Сейчас посмотрю. Конспект написан на основе очерка. Очерк был написан в 78-м году. А конспект в 2004-м. Поэтому все трудно. Согласен. Насчет... Насчет Санхи, согласен. И вот непонятно, что такое проиндийская палатализация. Что это именно значит? Ну, вот это здесь не надо пропускать этот абзац. Ну, это... Сергей, ну вы же не будете изучать сравнительное историческое языкознание. Зачем вам? Да, пропускать, потому что это дано для студентов. Вам нужно остальное. Это вам не поможет ничем. Так, смотрим примеры. Значит, да, советую, значит, тогда сделать что, Сергей? Значит, очерк залезняка. Сейчас я вам скажу, где его взять. Конечно, и тут примеров не то чтобы много, но все же они... Все же они присутствуют. Хорошо. Сделаем так. Сейчас я найду вам очередь. Это самое. И кину его. Опять же мне напомнитесь. Прошу Лобанова. Почему? Откуда он берет там Санхи? И отвечу тогда. Я могу предположить, но не буду сейчас озвучивать. Потому что не знаю. Но нет проблем узнать. Четвертый вопрос. Так, 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 так. Хорошо, это я сейчас не буду отнимать время. Я себе оставляю открытым очередь. Да, это четвертый вопрос. Найти этот самый очередь и... Так, а нам что делать? Я сам же его сканировал и сам же куда-то... Ну, сейчас попробую так. Нам что делать? Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку, придумаем, что нам делать. Что за формат? Сначала я там... PDF? С форматом DejaVu дружите, нет? Не знаю. Не знаю, честно. А как? DejaVu. Кто предлагает дружбу, что туда входит? Я умею открывать. Есть PDF, а есть DejaVu. Даш, дружите, нет? Да, у меня стоит программка, да. Ну, если что, закиньте мне. Ну, в смысле, работали с такими файлами? Не работали, я вас понял. Все. Стоит? Ну, сейчас просто... Так, ну ладно, сейчас сгенерирую, потому что кажется, что аряда не работала, будет нехорошо. Давайте я сейчас перегоню его в... Сейчас я проверю. Перегоню. Нет, это не тот очерк, это другой очерк. Сейчас, секундочку. Грамматический. А, чешку, чешку, чешку. Ну, или выложите видео предыдущих уроков, где более удачно вам удалось разобрать вот эти все вопросы. Которые у нас остальные. Не, вы о других группах вы говорите, у вас получилось как-то быстрее. Я по мере выкладывал все, в смысле, все, что... Что вы хотите сейчас сказать? А, нет, сейчас... О, Сергей, я... То, о чем вы говорите, это все требует времени. Я говорю, есть проблемы. Я со всем согласен, но... Вот я все видео выкладываю. Ну, вот ищите сами. Я вам сейчас... Не имею возможности каталогизировать то, что было. Это отдельно. Час или полчаса не надо сидеть. Я... Увы, увы, увы. Давайте так, я вам сейчас скину файл с ссылкой на очерк, на очерк залезняка. Там есть примеры. Это не скан, а перенабранный файл. Попробую найти еще скан. Вот. Это у нас очерк. В очерке есть примеры для санхи. Ими. Спасибо. Спасибо. Так, хорошо. Хорошо. Итак, значит, выписываем примеры глаголов. Зазубриваем эти примеры или отдельно окончания. Я не знаю, как вам легче. Может, вам легче окончания. Может, вам легче, например. Но не делать ничего – это не вариант. Опять же, приклеивайте. Может, какой-нибудь уже подъем. Вместо боевых. На заднюю обложку учебника. Таблицу. Выписывайте сами, если… Подъезжи не разберем. Подъезжи – это очень большая тема. Еще подъезжи мы точно не разберем. И в следующий раз, я надеюсь, тоже нет. Итак, смотрите, какая история. Открываем MNO. Exercise 5. Make the past participle. Открыли, Даш? Итак. Make the past participle. Это, значит, причастие прошедшего времени. Если вы откроете шпаргалку, то есть таблицу в конце кочергиной, вы увидите, что у каждого глагола, перечисленного в ее списке, есть причастие страдательного залога прошедшего времени. Это будет как подсказка вам в конце кочергиной. Есть таблица перед словарем. Нашли? Так. Ну вот. Например, от корня «Анна». Какое будет причастие страдательного залога прошедшего времени? Сергей. Да. Вот. Собственно, в этом упражнении вас просят образовать причастие, в первой части просят образовать причастие страдательного залога прошедшего времени. Их в санскрите очень много. В смысле, они очень часто встречаются. Вот. Значит, что нас просят делать? Добавить суффикс «та» к корню в слабой форме. Unstrengthened root. То есть, ничего усиливать не надо. Ни гунировать, ни верхизировать. Вот. А носовая, корневая носовая, то есть носовой звук в корне, в предпоследней, скажем так, в позиции, то есть, в общем-то, он только в одной обычно и есть. В смысле. Но имеется в виду, что корень не начинается на носовую, но носовая содержится в корне. Это имеется в виду. То есть, вот есть корень «нах», например, да? Он начинается на носовую. Эту носовую мы не трогаем. Мы трогаем только ту носовую, которая внутри корня. Носовая исчезает. Анч. Анч. Значит, был корень «анч», согласно залезнику, что означает… Нет, давайте смотреть. Анч. А, в залезнике я в Кочергину полез. Корень? Ну это надо внизу смотреть, честно. Где нет такого «анч»? У залезника нету «анча»? Давайте. Так. Арх… Анч мазать. Мазать. Хорошо. Анч мазать. Значит, помазанный. у нас, чтобы получить помазанного, значит, нам нужно что сделать? Эти корни в МНО уже даны слабой форме. То есть ослаблять их не надо. С носовой, да, что делаем? Убирается. Получается, значит, у нас АЧ, да? АЧ, 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 АЧ. И, значит, мы добавляем соединительную гласную И перед ТА. Это описано в правилах МНО. В начале его брошюры даются правила на английском языке, но мы как бы заменяем их правилами из-за изника. Вот, но я вам подсказываю, значит, что у нас, у нас, у нас, у нас, у нас будет АЧ, ТА. Н уехала И появилась перед ТА соединительная гласная. Так. Стоять. Открываем список сандхи по Залезняку. А если мы делаем соединительную гласную, какие там могут быть сандхи? Смотрим, 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 смотрим. Джей. Два. Плюс Т. Нет, соединительная гласная она после добавляется. Шт или Шт или Шт или Шт или Шт. Итак, смотрим, Джей. Да, дает. Да, да. Шт. И что? Шт или Шт. Х. А не Шт. Поняли? Ага. А, 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 А. Джей, Джей, Джей. Нету, Джей 1 дает К. А Джей 1 дает К. Джей 1, это в первом пункте. Но у нас случай именно перед Т, поэтому у нас именно случай 4, 4, 4, 4, 4А. Джей плюс Т дает Шт. То есть... Ой, спасибо. То есть, то есть, то есть. Значит, сейчас я вам окончательно запудрю мозг и дам еще одну книгу. И убрали. Справочник по глаголам. Справочник по глаголам, в котором мы сейчас его скачаемся. А? Да. Вот. Справочник Бактнелла. Вот даю ссылку. Справочник Бактнелла. В нем есть все интересующие нас глагольные формы. То есть, если таблица в конце кочергиной это лишь часть глагольных корней, то Бактнелл это все глагольные формы, все глагольные корни и все глагольные формы, которые нам нужны. Проверяем корень Анч. Сейчас я сам открою. И как у нас там будет причастие прошедшего времени. Глагольные корни начинаются там с середины книги. середины книги. И наш Анч это второй корень в списке. Ну все, здесь все просто. Это идет по схеме J1. По схеме J1 J1 Даша у нас что происходит. По этой книжке К. То есть Акта. Просто Акта. По этой книге Бактнелла. А теперь смотрим заездники. Он дает, что это J1 или не дает? Сейчас смотрим заездника. Анч. 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 Он не дает, что это J1. Понятно. и по мне так совершенно. 7 это значит класс глагола. Глаголы бывают 10 классов. Мы до этого сталкивались только с глаголами из первого класса. Поэтому нам об этом никто не говорил. Я смертилась. Вы обрадовались? Глаголы распределены по 10 классам в зависимости от того, как у них образовываются основы настоящего времени. с первой мы добавляем просто а-гласки. Было вад, стала вода. И нам все нравится, да? Но не так со всеми глаголами. Ну, будем считать так. Это первая группа. Но первая самая крупная. Видите, я вас успокоил. Вот. Значит, анч, он получается j1. Этого здесь нет. Увы. Но вот когда все плохо и вы уже помучились, то можно открыть бактнел и посмотреть, а какое собственно это причастие оно есть. А причастие в бактнеле называется ppp. Past participle perfect. ppp. Вот так вот надается там. Акта. Значит, насчет этой соединительной гласной. Значит, вернемся к списку важнейших корней залезняка. значит, видите, там есть и в квадратных скобочках над списком над самим списком корней там не даются пояснения. Там есть и в квадратной скобочке. Видите? Вставное и в причастиях на там. Тифротип презенса нашли и вставное и вставное и вставное. Да. В самом начале. Вот дальше. И вставное. Вот видите, некоторым глаголам приписано, вот, например, к глаголу арх приписано и в квадратных скобочках. Да? Да. У этих глаголов будет, собственно, вот эта и вставная итя. Все глаголы в санскрите делятся на две группы. На anit и set. Set это те, которые соединительные и. Это заранее вы знать не можете. Это нужно запоминать в виде списка. То есть мало знать, какой корень парасмайпада или атманепада. Мало знать его значение. Надо знать, к какой группе он относится. Set или anit, то есть с буковкой и или без буковки и перед причастиями и полноизменяемый или неполноизменяемый. наше упражнение это будет или ито или просто та. И ни в одной книге полностью это не написано. В смысле какой корень какой. И первое квадратное их скобочками ито добавляем. нет, то просто ито или просто та. Получается смотрим по списку залезняка. Не все корни здесь есть, но какие-то попадаются. Да. Да. Так точно. То есть смотрим значение корня по залезняку. Если его не нашли, то что-то может быть в большой кочергине. Я через три минуты вынужден откладываю. Или уже довольствуемся тем, что просто дано в английском языке. Да, 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 ну, собственно, мы как бы закругляемся. То есть делаем, вот выписываем значит первичные личные окончания на примерах, зазубриваем их, делаем 5 1, 5 А. А в 5 Б нас просят что сделать? Образовать инфинитив добавлением суффикса ТУМ. ТУМ, но корни просят гунировать, то есть то, что мы уже делали. И здесь также корневая носовая тоже исчезает. Корневая носовая исчезает. Итак, нас просят добавить суффикс ТУМ к гунированному корню. В случае с АП там гунировать нечего, и мы просто добавляем суффик СТУМ. И получаем Даша. А переходит так же в это нулевая если гунировать. Я говорю про 5 Б. АП ТУМ. АП просто никуда не переходит, остается АП. АП продираться сквозь лес Оно уже достигло все что может. Надо пример понимать. Ну ладно, Да, это лес. Это лес. Это лес, но на неделе все равно дергайте меня, спрашивайте, куда смотреть, чего, потому что я хотя бы ненадолго открою заездника, посмотрю, может быть, какое-то особенное правило, куда надо подсматривайте, на которое я сейчас не обратил внимания, а надо было, хорошо? Не стесняйтесь. Даша, слышите? Вам придется делать, Даша. Это хорошо сказано, хорошо, метко, метко. Метко, метко, метко. И то же самое, значит, с эксцезом 6, вас просят образовать основу, значит, основу от этих глагольных корней, вас просят образовать значит, третье лицо единственного числа, пропустить корень через гуну, добавить суффикс а, то есть, получить основу настоящего времени, после чего ты или ты добавляем если перед корнем звездочка, то есть, это добавляем ты или и ты что и русская, ты или ты это окончание парасмайпадная, ты атманыпадная, чтобы не усложнять, мнор решил не указывать, какой корень атманыпадная, давай просто звездочку, мама дорогая, спасибо, так точно, пойду выпью 10 таблеток в районе, все, свободу, поругаем, мучения продолжаются, ну, может быть, еще вспомните пятый вопрос, ну, да ладно, не до этого, сейчас, пару ресурсов, 4 вопроса налетели ко мне, почему ДАХ и прочее, и прочее, и прочее, куда катится, условно рефлекс, коровую, я помню, я когда вижу вас, я каждый раз об этом вспоминаю, спасибо, до свидания, спасибо, все хорошо,